Вода необходима людям для сохранения здоровья, но не одна она отвечает за гидротацию организма. Степень гидротации можно повысить с помощью многих простейших продуктов или напитков. Потреблением некоторых продуктов, особенно в теплые дни, когда организм с потом теряет воду и жизненно необходимые электролиты, можно поддерживать высокий уровень гидротации и снабжать систему разнообразными нутриентами. Следующие 20 пищевых продуктов состоят из воды, по меньшей мере на 85%, поэтому отлично подходят для удовлетворения потребности организма в жидкости в самых тяжелых условиях. Итак, перед нами 20 продуктов, наилучшим образом гидротирующих организм и первое место в данном списке принадлежит обыкновенному огурцу. Огурцы являются источником калия, содержат фосфор, магний и немного кальция. Хотя они не могут похвастаться таким же богатством витаминов и минералов, как многие другие фрукты и овощи, зато в них содержится особый нутриент, который называется кукурбитацином. По некоторым данным, это вещество обладает антидиабетическим эффектом, а огуречная вода является популярным и полезным летним напитком у людей, не любящих обычную воду. Номер 2. Салат Айсбер. Содержание воды 95,64%, хотя это бледно-зеленый хрустящий вид салата не обладает высокой питательной ценностью некоторых других видов листовой зелени. Он незаменим для здоровья, как продукт, имеющий очень высокий индекс гидротации. В нем мало углеводов и сахара, но много клетчатки, витаминов А и К, калия и цинка. Айсберг – прекрасная основа для диетических салатов. А еще возьмите на заметку, что этот вид салата улучшает сон. Номер 3. Сельдерей. Содержание воды 95,43%. Речь идет о стебле сельдерея. Этот светло-зеленый хрустящий продукт содержит абсолютный минимум калорий, протеина и углеводов, но весьма значительное количество клетчатки. Вдобавок он обладает пикантным вкусом, а также содержит витамины А и К, а также фалат и калий. Сейчас модно подавать сельдерей не только в салате с грушей и уткой, но и в составе овощных детокс-соков. Томаты. Содержание воды 94,52%. Хотя многие люди считают томаты овощами. С ботанической точки зрения это фрукты, богатые клетчаткой, витаминами и минеральными элементами. Регулярное употребление томатов полезно не только с точки зрения дополнительной гидротации организма. Томаты содержат ликопин, предотвращающий повреждения в организме на калиточном уровне, и это основной источник этого вещества для жителей развитых стран. Ликопин способствует сохранению плотности костей, снижает количество вредного холестерина, предотвращает сгущение крови. Регулярное употребление помидоров в пищу замедляет прогрессирование таких тяжелых заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Благодаря кальцию, селену и ликопину употребление томатов помогает снизить риск развития опухоли предстательной железы мужчин наравне с лекарственными препаратами. Помидоры полезны и для женщин, особенно в период менопаузы. Номер 5. Салат романа – это хрустящий овощ, похожий на салат айсберг по содержанию воды. Однако, роман обладает большей нутрициональной пользой. Все более темные овощи полезнее для здоровья. И салат романа – хороший источник витаминов С и К, а также фалата, витамина А и клетчатки. Номер 6. Цукини. Содержание воды – 92,73%. Этот вид кабачков нередко называют летней тыквой, а в торговых сетях его можно встретить круглый год. Индекс гидротации цукини велик. К тому же, продукт содержит магний, калий, марганец, витамины А, С, К и клетчатку. Вдобавок, цукини содержат такие антиоксиданты, как лютеин и гзиоксантин, которые служат профилактикой повреждения ДНК. Продукт полезный и доступный круглый год. Номер 7. Арбуз. Содержание воды – 91,45%. Да, арбуз оказался не на первом месте по способности повышать уровень гидротации нашего организма. Тем не менее, это главное блюдо летних пикников, и его гидротирующие свойства великолепно проявляют себя во время летней жары. Этот сладкий фрукт содержит в основном воду, а также витамин С, А, несколько витаминов группы В, калий, цинк, медь и некоторые другие минералы. При своих десертных вкусовых свойствах порция нарезанного арбуза содержит всего 45,6 калорий. Номер 8. Шпинат. Содержание воды – 91,4%. Этот вид листовой зелени содержит множество полезных нутриентов и клетчатки, совмещая это с минимумом калорий. Шпинат – хороший источник магния и железа. В нем также содержатся кальций, калий, витамины А и К, клетчатка и фалат. Шпинат – отличная основа для салатов и популярный гарнит для морепродуктов. Номер 9. Клубника. Содержание воды – 90,95%. Благодаря своему вкусу и большому количеству витамина С клубника невероятно популярна. Она содержит антиоксиданты, предотвращающие повреждения клеток свободными радикалами. В ней много клетчатки и мало калорий. К сожалению, это сезонный продукт, который сложно использовать для повышения степени гидротации нашего организма, если вы не собираете ее ведрами на собственном дачном участке. Номер 10. Капуста. Содержание воды – 89,63%. Листовой зеленый овощ с высокой питательной плотностью, который содержит витамин А, С и К, а также кальций, клетчатку, протеин и омега-3 жирные кислоты. Капуста – хороший растительный источник железа и некоторых витаминов группы В, а также противовоспалительных фитоэлементов. Доступна круглый год. Номер 11. Другие продукты с высоким индексом гидротации организма. Следующие продукты не менее полезны в целях повышения степени гидротации организма, но все же не столь используемы в повседневной жизни. Обезжиренное молоко – отличный источник кальция, витамина Д и протеина. Содержание воды – 90,84%. Соевое молоко. Это смесь воды и соевых бобов в виде напитка, похожего на молоко. Оно содержит много воды и отлично поддерживает уровень гидротации. Подходит людям с непереносимостью лактозы. Содержание воды – 90,36%. Дыня. Содержит много витамина С и клетчатки. Отлично дополняет летнее меню. Подобно многим другим оранжевым овощам и фруктам. Это превосходный источник бета-каротина, который превращается в организм витамин А, а также фалата, магния и витамина К. Содержание воды – 90,15%. Брокколи. Неочевидный выбор для улучшения гидротации, но этот крестоцветный овощ почти на 90% состоит из воды. Он содержит несколько различных антиоксидатов и служит источником клетчатки, железа, калия, витаминов С и К. Попробуйте приготовить брокколи на пару или ешьте ее сырой, чтобы получить максимальное количество полезных нутриентов. Содержание воды – 89,3%. Персики. Этот сочный фрукт содержит множество витаминов, в том числе С, А, Е и К. Он также служит источником калия и фосфороса. Содержание воды – 88,87%. Морковь. Своим ярким оранжевым цветом она обязана высокой концентрации бета-каротина или витамина А. У других видов моркови, например, пурпурной или белой, обычно оранжевая сердцевина, благодаря которой они также представляют собой отличный источник витамина А. Морковь также содержит калий, фалат, витамин К и клетчатку. Содержание воды – 88,29%. Апельсины больше известны как источник витамина С, но в них содержится немного клетчатки, а также калия. Все цитрусовые помогают организму абсорбировать железо из других продуктов. Зимой они обязательно должны быть на нашем столе. Кроме того, апельсины содержат несколько витаминов группы В – магний, селен и медь. Содержание воды – 86,75%. Ананас – это тропический фрукт, содержит множество полезных нутриетов, в том числе витамин С, а также магний, калий, марганец и витамины группы В. Ананас также содержит бромелайн – особый энзим, обладающий противовоспалительным и жиросжигающими эффектами. С помощью бромелайна лечат синуситы, остеоартриты и пищеварительные проблемы. Содержание воды – 86%. И, наконец, яблоки. Существует огромное разнообразие сортов яблок – от темно-красных, сочных до зеленых жёстких. В целом, яблоки – хороший источник воды, но еще более ценные они содержанием клетчатки, витамина С и антиоксидантов, таких как кверцетин и катехин. Содержание воды – 85,56%. Альтернативные в воде напитки. Вода – самый полезный напиток. Организм её легко усваивает, и она не содержит примесей, калорий, сахара или других ингредиентов. Если по каким-то причинам вам не нравится вкус простой воды или хочется разнообразия, можно поддерживать гидротационный статус, добавляя в воду фрукты, овощи или лекарственные травы. Это придаст воде дополнительный вкус, практически не добавляя калорий. Возможные варианты добавок – листья мяты, лайм, огурец, клубника, ананас. Попробуйте размять немного фруктов или трав и смешать их с водой, чтобы придать ей вкус и аромат натурального сока. Положите их в кувшин с водой и поставьте его в холодильник на несколько часов. Многие травяные чаи представляют собой хорошую альтернативу воде. А что же кофеин? Способствует ли он обезвоживанию? Многие люди исключают кофеин из рациона, считая, что он способствует обезвоживанию. Однако, некоторые последние исследования опровергают это осуждение. Полученные данные не подтверждают подобных свойств кофе. Тем не менее, Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует ограничить потребление кофеина 400 мг в день. Это приблизительно 4-5 чашек кофе. Разумеется, значительно меньше этого предела рекомендуется употреблять людям. Чувствительным кофеином, беременным женщинам, а также страдающим от тревожности или повышенного артериального давления. Дополнительные рекомендации по гидротации организма. Большинство людей способны поддерживать уровень гидротации организма, потребляя в течение дня воду и жидкую пищу. Не существует норм потребления воды, подходящей к каждому человеку. Однако, необходимо увеличить потребление воды в следующих случаях. При усиленном потоотделении, во время тренировки, в аномально жаркую погоду, при некоторых расстройствах и заболеваниях, при беременности и кормлении грудью. Важный момент, наряду с потреблением воды в адекватном количестве следует ограничить потребление соленых продуктов, чтобы уменьшить риск обезвоживания. Такие продукты, как чипсы и крекеры, тушенка и консервированные супы, а также все виды соления, являются лишь некоторыми видами продуктов, снижающих общий уровень гидротации нашего организма. Многие считают спортивные напитки хорошей альтернативой воде. Спортивные напитки содержат электролиты, такие как натрий и калий, полезные во время выполнения выносливостных упражнений или продолжительного пребывания на жаре. Однако, большую часть времени простая вода – лучший способ утоления жажды, так как она не содержит сахара и других добавок. Таким образом, гидротацию организма можно поддерживать не только с помощью обычной воды. Многие продукты содержат и воду, и дополнительные полезные организму нутриенты. Рацион, богатый овощами и фруктами – это лучший способ обеспечения нашего организма витаминами, минералами и клетчаткой, а также дополнительной порцией жидкости. Понравилось видео – ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok